Привет друзья, с вами Андрей Чайкин. Мы в майском походе, в первомайском, скажем так, лучше. Вчера мы попали вечером, естественно, в пятницу вечером мы уехали и попали в конкретную переделку, потому что попали в сбой электричек. В результате мы полтора часа стояли на станции, прежде чем уехали. Ну и, понятное дело, добрались в десятом часу вечера только до станции, плюс переход. Поэтому, как только мы вошли в более-менее нормальный лес, в запретки, мы сразу же упали. Разбили лагерь, прям вот так вот временный, не на том месте, где мы обычно стоим, на первое попавшееся место с дровами, поужинали и упали спать. Вот сегодня мы уже будем, как говорится, раскручивать все дела наши, все идеи наши, которые были, как говорится, продуманы до того, для этого похода. Вот, а цель наша такая, мы собираемся пройти в район реки Сестры, где, судя по некоторым описаниям, сохранился участок тайги в Подмосковье. Очень интересно. Туда мы сегодня, наверное, и пойдем. Ну, вот это вот наш лагерь. Вчера мы воткнулись еще до шоу. Сегодня уже светит солнце. Поэтому уже как-то это радует. А вчера мы сюда заскочили по принципу первое попавшееся место, на котором не хлюпают. Сейчас, конечно, взгляд выхватывает более хорошие места для лагеря, но в темноте с фонариком негде было искать, поэтому схватились за то, что есть. Вот так вот мы расположились. Растянули тентик. Правда, когда уже растягивались, капало только с деревьев. Вот. Это стандартный у нас вот кусок искусственного брезента, размером 6х4, но с пополаминой. С пополами. Его же мы используем для чумы. Ну что, у нас работы, как говорится, лагерные завершаются. Вот, как говорится, уже большая часть лагеря собрана. Вот. И сейчас мы, как говорится, доготовим кашку. Вот. И уйдем. Но на самом деле, народ, видите, я даже уже в летнюю панамочку перекинулся. Реально градусов 15-17, а на солнце там все 20 будет. Нас не обманули. Реально тепло офигеть как. Вот. Очень хорошо. Конечно, вчера мы ставились при свете фонарей. Казалось так, более-менее сухое место. Реально стали вот, вот она, картина Репина. Реально в таком болоте стоит. Вот. Там местили тут глину. Вот. Я так вообще стал чуть ли не в лужу. Но я под себя тент подстерил маленький. И спал просто чудесно. Вот. Ребята вроде сухие места выбрали. Ну, как полагается, дети на сухих местах, командор в лужи. После мартовского похода мне советовали приобрести бахилы. Я приобрел. Вчера кольца в самую жижу. Просто шикарно. Шикарная вещь. Замечательная. Бахилы рулят. Вот. Закупим, наверное, на всех тогда. Послезавтра, 1 мая. Нормально, да? Сень, нажимай на дерево и сухай. Сегодня не меньше, больше 20 сейчас. Конкретная жара и снег. Кавказ, Сеншайн, что-то в этом духе. Мы вышли на тот лагерь. По-моему, вот это вот. Тот на лагерь, которым мы должны были стоять вчера. Вот. И сейчас народ озабочен тем, что мы не можем найти заначку, которая лежит здесь 2 года. Три банки тушенки. Потерялись. Мы на самом деле просто тупо не можем вспомнить, где это. Было за каким-то деревом. Неужели кто-то здесь тоже был? Кроме нас. И стрескал нашу тушенку. Беда, беда. Мы выходим из запретки. Вышли, точнее, уже из запретки. Вот. Вот она, запретка. Это когда-то была воинская часть с позывным модуляр. Да. Вот. А сейчас мы идем к военному городку. Да. Да. Что, да? Да. Да. Держи, Юля. Короче, хочу всем вам привет. Здесь какая-то край дохода. Потрясение. Потепление. Сидим прямо на дороге. Сейчас должны подойти Пасе и Никитос. Мы прошли военный городок Адуляр. И вот знаем, что они у нас за спиной ждем. Сейчас они должны подойти. Они со станции ждут сегодня. Только сегодня приехали. Это реально похоже на тайгу. След лося. Сидим. Синий. Синий. Белокан такой. Ну вот. На самом деле здесь реально похоже на тайгу. Но здесь хороший лес. Мне здесь нравится. Последующее стерпение. Пойдем в буддизм. И в этом яхнути в горизонт. Попадуйте. Разверни его горблем вниз. А там ветки обломать нет. Вот. А там ветки обломать нет. Все вешайте. Привет, друзья. С вами Андрей Чайгин. И сегодня дневка. Сегодня у нас 30 число апреля. Сегодня была первая теплая ночь. А вчера первый теплый день в этом году. То есть сильно за 20. Вот. Впервые я в этом сезоне спал раздетый. Вот. И ни грамма не пожалел. Реально очень-очень тепло. Сегодня у нас дневка. Я уже сказал. А значит мы спим до упора. Сейчас уже полдевятого. У меня некоторые пацаны уже встали. Там вот. Слышно копошаться. Скоро будет завтрак. В общем такой день расслабухи. Но если удастся, мы попробуем прорваться к церкви. На знамение иконы Божьей Матери. Точнее к развалинам эти церкви. Ну вот так вот я устроилась в своей палатке. У меня палатка IP32. Клаватура. Я повелся на рекламу Дорапея. Ну и честно говоря, ни грамма не пожалел. Хорошая палатка. Вот. Купил ее специально, чтобы пойти с женой на Кавказ. Вот. Так что мы для двоих легкая. Доволен до ужаса. А для одного вообще просто королевская палатка. Пробуждаемся. Ну что, сегодня вполне летний день. И мы все-таки пошли искать церковь. Вот. Дорогу мы вчера не нашли. Точнее она, судя по всему, сильно заросла и затоплена бобровыми плотинами. Поэтому мы сейчас по ходу уже в форме экспромта будем искать новые дороги. Вот. Сейчас вот я в поисках одной из этих дорог. Вышел вот на такую поляну. Рядом с ручьем. Очень хорошее место. Ну реально похоже как бы таежная местность. Глухомань полная. Вот. Интересно. Видимо это место сильно зарастает травой. Оно такое сыроватое, болотистое. Завальчик. Очень даже милый ручейок. Идем мы на легках. Оставили гарнизон в лагере. Из четырех человек. Кто не хочет никуда идти. Вот. Он будет заниматься лагерными работами. А мы сбегаем туда-сюда. Мы сейчас порядка две километра. Маленький привалец. День шибко жаркий сегодня. Мы валим по дороге разбитый в хлам квадроциклами. Ну снова я вот бегаю по разведке. Какая-то фигня. В общем мы дошли до тупика. Довольно далеко зашли конечно в лес. Вот. Дальше просто дороги нет. Квадроциклы куда-то свернули. Вот. А вот та дорога по которой мы рассчитывали идти. Она тупо исчезла. Вот она в болотах. Вот я тут пытаюсь ее найти. Нифига. Сейчас попробуем вернуться на квадроциклетную трассу. Вправо-влево пройдем. Пройдемся по ней. Может быть она выведет на правильную дорожку. Добрых уже два часа болтаемся по болотам. Дороги все время меняются. Но мы вроде как бы двигаемся в сторону цели. Мы все время выбираем новые какие-то обходные дорожки. Сейчас идем по какой-то видимо один или два раза ежаной квадроциклетке. Шли мы сюда час сорок три. Мы наконец дотопали. Как так само чем-то нет! Какой шаганцый? Как? Скажите? Очень вкусно. храм обалденный кстати такое вообще безмерное поле борщевика давай Открывайся! Ты проиграешь. Так же, как твой друг. Открывай меня! Он ее уже зарубил. Он же бален. С ним бесполезно драться. Обратная дорога просто весела. Ты обещал вам драку. Ты не сдержался. Еще все впереди. Сейчас. Почему ты не думал? Сеньорита на променаде. Тренировка. Ты должен ехать во Вьетнам. Вот так вот просто сфоткать и приблизить. Это кажется как будто гигантский водопад. Ну да, но это плотина Боброва. Ну а еще возврат, конечно, полная засада. Тяжкий очень был. Шли по квадроциклетной трассе, убитой просто в дым. Такая жижа непрекращающаяся. Вот. Мы по ней тут топали. Хотя она короткая, но очень разжеванная. Так что дорога наша туда, хоть и длинная, но более-менее нормальная. Там хоть и шли по говнам таким, да, но они были чистые. То есть это такая трасса, редко хожена. Вот. Сейчас отправил ребят с Витькой на родничок. Тут несколько, в паре сотни метров. Вот. Сейчас пойдем уже. Рядом со всем у нас стоянка. Азыка бахилы, спасители. Просто класс. Ходить вот такой вот из жижи. Поднимай свое оружие. Нуovec. Попробуй. 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 Попробуй, давай. Ага. Светлана. Попробуй, пипец. Тебя, да, ты играешь. Попробуй. Ты проиграл, кстати. Тебя выбилось. У. Слова победителя. Ты был достоин этого боя, сеньор Валин. Сегаи вы, это мое что-то, мне придется к вам. Пока мне пешите, внуки, на моем москве. По-навидам сеть и убеда, другая речь, эти песни, я со мной забава- всю ночь мне брендаба- зь., любовь, и ты, любовь. И мы были вернодием, Это москве, это москве, яünden лето, я пытаюсь участвовать. Ты был достоин этого боя, я боялся, я боялся традиция, это москве, Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, друзья, наш поход завершается, мы уже давно вышли на дорогу Сейчас уже и лес кончится Вот, мы сделали небольшой привал Остановились отдохнуть Мы уже идем на станцию Вот, еще немного и наш первомайский поход закончится Что ж, ребята, ходите в походы, это классно Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки С вами был Андрей Чайкин